Активиста оппозиции Западного Казахстана Оскара Шигумарова подал иск о защите чести и достоинства бывший член партии ОЛГА Руслан Абденов. В нем он требовал взыскать Шигумарова и жену Закова почти 5,5 тысяч долларов, потому что якобы он не давал разрешения поставить свою подпись под обращением в защиту Мухтара Аблязова. Суд города Уральска иск удовлетворил частично. Теперь Шигумаров будет вынужден выплатить из СУ 540 долларов. На днях состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Оскара Шигумарова в областном суде ЗКО. Решение суда первой инстанции судья Ювакаева оставила без изменений. Сам Шигумаров считает себя невиновным. Подписывать петиции, обращаться, поддерживать того или иного человека – это убеждение. И в Конституции у нас запрещено преследование по этим мотивам. Помимо этого у меня есть право, как и у любого гражданина, это прежде всего право на получение и распространение информации. То, что суд вынес решение в отношении меня и общественного деятеля Марата Жанадакова, что мы должны выплатить в качестве морального ущерба по 100 тысяч тенге, я считаю незаконом. Потому что это чистой воды преследование за убеждение. Само решение – это, я считаю, как знак для тех, чтобы люди не выражали свою позицию. Практически сам иск и сам суд, который прошел, это ящик Пандоры, который открывается. И любого человека, без всяких оснований можно, если взять вот это решение, наложить вот эти огромные суммы. Без всяких оснований Абденов не представил никаких доказательств касательно того, что именно ему нанесен моральный вред, ущерб. Он не представил доказательств, что таким образом я имею отношение к сайту Абденов. Он не представил доказательств, что этот сайт, юридический правовой статус этого сайта, этот сайт на территории Казахстана заблокировал. На Скарыша и Гумарова, как и на других Валентину Мохотину и Марата Жанузакова, бывшие активисты партии ОЛГА подали иск в суд после того, как они обратились к министру юстиции Франции с просьбой не экстрадировать Мухтара Аблязова в Казахстан. Власти страны продолжают преследование активистов оппозиции и независимых журналистов. Только за последние два месяца административным арестом и штрафом подверглись несколько десятков гражданских активистов Казахстана. Продолжается судебный процесс над независимым журналистом Валерием Сургановым и общественным деятелем Мусугалиду Амбековым, которых обвиняют по статье «Клевета в группе лиц». Им грозит до четырех лет лишения свободы. Оскара Шайгумарова преследуют не в первый раз. За долгие годы в оппозиции он подвергался многочисленным административным арестам и штрафам. В настоящий момент Шайгумаров фактически лишен выезда за пределы Казахстана и находится под постоянным контролем спецслужб. Однако общественный деятель не собирается сдаваться и говорит, что будет продолжать заниматься активной оппозиционной деятельностью.